Продолжаем. Значит, мы остановились на том, что сейчас погрузимся немного в один из продуктов. То есть это не единственный продукт, который позволяет вам различные нотации запускать в виде движков. Движки, которые позволяют вам запускать ваши модели, разработанные в некоторой нотации. То есть на самом деле один из вариантов. Есть другие нотации, не только BPMN. Мы с вами посмотрим другие способы описания логики, но тем не менее это тот вид, который в результате естественного отбора сейчас наиболее востребован. Не зря на направлении, связанном с управлением в бизнесе, то есть одна из групп, которые у нас на курсе, не зря вас мучают этими нотациями, заставляют вас их изучать. Потому что это то, что реально сейчас используется для автоматизации бизнес-процессов. Ну вот как мы посмотрели сейчас в статье, да, не только бизнес-процессов, но и, например, уже в интернете, в системах интернета вещей, умного дома, активно начинают применять, потому что, ну потому что если вы описываете в процедурном стиле вашу программу, она очень быстро превращается в какую-то кашу. Все, кто занимался программированием, пытался, работал с бизнес-логикой, они примерно представляют, что это за кошмар. То есть когда у вас количество правил становится больше десяти, ваш код превращается просто в какой-то ужас. То есть поддерживать его невозможно, новых людей берете, они очень долго пытаются понять, что там происходит. Огромное количество ошибок возникает, абсолютно дурацких. Вот все это приводит к тому, что вот в ходе естественного отбора люди пришли к тому, что вот век программистов закончился, начался век инженеров. То есть подход построения модели и разворота этой модели на готовом движке в виде некоторого сервиса. Вот один из примеров, только один из примеров, это вот система Камунда, опенсорсная, можно спокойно ее скачать, установить, открыть моделлер, порисовать, составить схемы, описать правила, запустить на расчет. Вот поэтому мы ее рассматриваем, потому что при желании вы в рамках практических занятий можете с ней поиграться, поразвлекаться, задать какие-то вопросы, если будет что-то непонятно. Будем сидеть вместе разбираться. Значит, ну, вкратце, да, по архитектуре, что это вообще такое. То есть это, ну, на самом деле продукт, это компания коммерческая, да, но она вот в соответствии с современными тенденциями, она делает открытые продукты, которые позволяют вам строить, ну, по сути, пощупать продукт, да, если вы что-то делаете уже настоящее, то там купить какую-то поддержку. Вот, ну, что я себе представляю, да, это разные варианты развертывания, да, то есть если, вот, понятно, мы модель нарисовали, теперь нам надо понять, как это будет выглядеть физически, да, где мы это развернем, в каком виде, вот, и в данном случае тоже такой показательный пример, что современные технологии, они стараются предлагать разные варианты решений, да, вот там популярно сейчас направление микросервисов. То есть вы делаете приложение, пишете его на Джая, и к нему подгружаете библиотечку для того, чтобы внутри вашего маленького процесса запускать некоторую бизнес-логику. То есть, по сути, у вас искусственный интеллект, это программа, внутрь которой встроен движок обработки вот этой бизнес-логики. И в этом случае ваша задача только описать бизнес-логику вот в терминах этой нотации, плюс, возможно, описать какие-то процессы, то есть какие-то отдельные кубики, которые, например, считывают показания датчиков, либо, например, включают-выключают вентилятор, что в целом в разы упрощает вашу работу. Именно как разработчика. То есть вы уже больше инженер, чем программист. Вы скорее берете готовый фреймворк, в данном случае библиотеку, подключаете ее к вашему приложению, описываете простые функции, которые, например, считывают показания датчиков, либо управляют конкретными устройствами, и запускаете эту систему. Она начинает работать в соответствии с вашей моделью. Такой вот максимально простой способ получить систему принятия решений, в кавычках, искусственный интеллект. То есть интеллект, понятно, что если у вас там 4 правила, называть это искусственным интеллектом я бы не стал. Но если у вас 100 правил, это будет достаточно сложная система, и модель у нее тоже будет нетривиальная. Это уже может претендовать на такую простейшую систему искусственного интеллекта. Какие еще варианты предлагают? Они предлагают варианты уже таких корпоративных приложений, когда у вас есть не одна программа, а много программ. Это уже как раз речь идет о той системе с набором сервисов, когда у вас есть отдельные подзадачки, и они реализованы в виде сервисов, где каждая подзадачка – это отдельный процесс в операционной системе, который позволяет вам решать какую-то локальную задачу. Есть общий оркестратор, который управляет этими сервисами, который описывается в виде, опять-таки, модели на BPMN вместе с DMN, то есть вместе с точками принятия решений на базе правил. И он существует как отдельный процесс, к которому… Ну, тут пока еще не отдельный процесс, здесь речь идет о контейнере, так называемый application сервер. Это, ну, по сути, сервер приложений, если по-русски переводить. То есть это некоторая программа, которая управляет этим зоопарком. Она запускает сервисы, она следит за их состоянием. Если они умерли, там, не подают признаков жизни, она их убивает, запускает заново. И точно таким же сервисом является коммунда-движок, но он как бы как сбоку, да, он обслуживает, обслуживает вот эти вот пользовательские приложения, которые у этого контейнера существуют. Там есть другие сервисы, которые обслуживают такие, например, как сервис доступа к базе данным, там, не знаю, сервис безопасности, который проверяет там, какие запросы из нее приходят, либо пропускает, либо останавливает. Это тоже такой классический паттерн построения приложений. То есть в отличие от микросервисов, где вы делаете такую вещь в себе, но каждый из сервисов вашей системы, он существует независимо, да, то есть каждый из вот этих кубиков, он существует как независимое существо, никак не связанное с другими, и ему неинтересно, что там происходит. Вот, у них могут быть совершенно разные технологии, там, один может там с Postgres работать, другой с Mongo. В этом преимущество микросервиса, да, что вы можете, например, каждый такой сервис отдать на разработку отдельной команде, отдельному подрядчику, и он там сам будет принимать решения, обосновывать, почему там выбор у MongoDB, а не Postgres, например. То есть в зависимости от того, какую задачу он решает. В этом преимущество микросервисов. Недостаток в том, что да, это такой зоопарк получается. У каждого своя база, у каждого там свой стэк технологий. Один на Python пишет, второй там на Java пишет. Вот, но тем не менее сейчас это очень популярно. За счет того, что можно, опять-таки, очень легко декомпозировать именно выполнение задачи, да, раздав каждому подрядчику по сервису. И каждый подрядчик будет потом этот сервис делать, поддерживать его, а вы будете заниматься только протоколами. И описанием вот этой вот центральной части по оркестрации всех этих сервисов. Вот, но в данном случае тут как раз-таки речи о том, что вы делаете некоторый сервис, вот этот маленький сервис, он внутри себя сам такой маленький искусственный интеллект, которому тоже нужен. Нужна модель бизнес-процесса, ему нужны точки принятия решений, желательно все это описывать на одном языке, то есть на языке нотаций стандартизированных. Вот, и можно, соответственно, загрузить эти нотации внутрь вот этого движка, коммунды, да, приклеить к вашему приложению, и дальше просто пользоваться, сказать, вот запусти такой-то процесс, вот у тебя такие-то исходные данные. И сразу же получать ответ. Там, как в случае с системой диагностики, там, ИВЛ, да, это включать-выключать тревогу, или, например, что вывести на экран. Вот, а все остальное, все принятие решений, вся интеллектуальность, она прячется внутри вот этой вот сложной модели, которую вы разработаете. То есть такое, получается, своего рода программируется. Тут почти ничего не программируется, не считая там обращения к датчикам и выдачи управления, да, то есть какие-то конкретные вещи, которые понятно, как делать, с этим вопросом не возникает. А вот вся сложная бизнес-логика, которая непосредственно вам обеспечивает ваш продукт, то есть приводит, грубо говоря, делает ваш продукт вашим продуктом, отличает его от другого продукта. Это все описывается в виде модели, в виде точек принятия решений, в виде набора правил, если то. Вот, другой вариант – это application сервер, где у вас может быть несколько программ, которые хотят пользоваться либо одной, либо несколькими моделями. То есть нет смысла в каждый запихивать этот сервис, этот движок, это сразу же объем оперативки, это сразу же каждый сервис нужно настраивать на работу, да, он может там по-разному. Начинается зоопарк. Лучше вынести это в отдельный сервис. Да, у вас появляется некоторая дополнительная головная боль по стандартизации работы каждого сервиса, и это не всегда будет полезно, например, если у вас разные базы данных у каждого сервиса, это бывает не очень хорошо. Но если вам удается это унифицировать, то, наверное, лучше делать application сервис, то есть каждому приложению Java, ну, на примере Java, можно обеспечить некоторую инфраструктуру, в том числе инфраструктуру по принятию решений. То есть каждый сервис может иметь модели в этом общем движке, которые будут выполняться и при необходимости дергать его. Следующий вариант – это вообще запуск этого движка как отдельного приложения, где каждый сервис по REST API или по какой-то очереди сообщений либо через какой-нибудь там веб-интерфейс начинает подключаться и запускать процессы. Процессы здесь крутятся, они могут дергать другие процессы. То есть запустил этот сервис, по бизнес-процессу он ночью дернул вот этот, дернул вот этот, вернул результат и вернул обратно. То есть как некоторый отдельный сервис, который может, например, существовать на отдельном сервере. Если здесь это, например, один сервер, то здесь тоже может быть несколько серверов, соответственно, сразу же можно распределять нагрузку, то есть какие-то тяжелые сервисы размещать на отдельном выделенном сервере, какие-то группировать, отдельно выделять процесс-энжин, то есть движок бизнес-правил, выделять его на отдельный сервер, то есть заниматься уже некоторым таким балансировкой нагрузки между серверами, распределением, если у вас система требует, например, быстрого отклика и огромное количество запросов. И есть еще другие задачки, связанные с кластеризацией, когда вам нужно, например, обеспечить отказоустойчивость, соответственно, вы можете запускать движок на нескольких серверах, чтобы он выполнял одни и те же задачи. При этом исключить двойной вызов, когда, например, у вас, грубо говоря, цель такая, чтобы запустить процесс и быть уверенным в том, что он не завершится, даже если у вас там питание отключат в системе, то есть есть целое направление там по созданию отказоустойчивых систем, вплоть до того, что вы должны размещать ваши сервера в разных полушариях, чтобы там обеспечить вероятность стабильной работы, надежность 0,999, 99,999 процентов надежности. Для этого там нужно сервера в разных полушариях размещать, на случай, если там в первом полушарии метеорит врежется и все там уничтожит. Вот, то есть даже такое может быть, и вот как раз такой движок, он позволяет вам строить такую распределенную, распределенное принятие решений, когда у вас, ну, во-первых, можно распределять нагрузку таким образом, то есть если один сервер занят, можно кинуть запрос на второй сервер, причем это автоматически произойдет в этом кластере, то есть вы отправляете на некоторый кластер, некоторую центральную или на любую из нот, а дальше она принимает решение делать на себе либо перекидывать соседу, если она занята. И в том числе, если у вас, например, нода отказала, вы можете там всегда на другую ноду отправить. То есть, грубо говоря, такая своего рода отказоустойчивость. То есть, ну, это такая тоже классическая вещь для любого, любой системы, что можно разными вариантами встраивать этот движок обработки правил, движок логического вывода, на котором вы будете описывать правила вашего искусственного интеллекта, его можно, соответственно, по-разному размещать. То есть ваше приложение может выглядеть совершенно разным образом. Соответственно, если говорить, например, о таком подходе, либо о таком подходе, то это даже не обязательно будет Java-приложение. Это может быть произвольное приложение на Python, на C++, на JavaScript, на чем угодно. То есть тут используется, например, REST API, если это обычный запрос по интернет-адресу с отправкой некоторого текстового сообщения. Это можно любой язык использовать, чтобы стыковаться с таким движком. Это такая вот характерная черта. Ну, в принципе, это то, что касается архитектуры этого модуля Камунда. Давайте сейчас посмотрим быстренько, как это может выглядеть. Значит, ну, есть такой туториал у них, как, ну, клик-старт, да, быстрый старт. Как быстро собрать эту систему. Вот здесь, ну, такие семь шагов к успеху, шесть шагов к успеху, да. Скачать, установить. Они предоставляют систему в виде докер-контейнера. То есть вы можете даже ничего не устанавливать, просто, если у вас есть докер какой-нибудь, установленный у вас на Windows, вы можете закачать из репозитория контейнер с движком и замепить какой-то порт на ваш локальный порт, чтобы запускать уже все средства. То есть она работает как веб-приложение. Соответственно, вы можете все эти процессы, модельки загружать туда внутрь, запускать на выполнение и потом обращаться к этим сервисам. То есть, по сути, ваш бизнес-процесс – это как сервис. Ваша модель – некоторый сервис, который может дергать другие сервисы, либо перенаправлять запрос куда-то еще. Вот. Ну, понятно, тут вам нужна Java, чтобы это запускать. И вам нужен отдельный компонент – это Commando Modeler, то есть средство для моделирования вашего бизнес-процесса, то есть составление вашей бизнес-модели. Так, значит, соответственно, что они предлагают. Вот вы когда запускаете моделлер, вот он выглядит просто как некоторое окошко, где вы можете создавать разные виды диаграмм. Значит, у них, соответственно, есть два варианта. Это диаграммы BPMN, то есть процессы, процессное описание. Диаграммы DMN, то есть точки принятия решений. Вот, есть отдельное описание форм. Это для построения систем диалоговых. Довольно часто требуются некоторые формы, с которыми пользователи взаимодействуют, поэтому у них есть отдельный такой компонент. Вот. И также можно ваш бизнес-процесс развернуть, например, в облаке. Тоже у них отдельный такой вариант. Соответственно, бизнес, средство бизнес-моделирования, да, это просто как обычная рисовалка, где вы размещаете блоки определенного вида и настраиваете их параметры. Таким образом вы разрабатываете вашу модель. Соответственно, тут предлагается там простой пример, где, ну, такой изгрушечный, да, где у вас есть некоторый сервис по изменению карты. Соответственно, есть некоторый инициатор запроса на изменение карты. И вот будет еще там точка принятия решений, которая позволит вам, например, анализировать изначальные условия, начальные условия, да, и принимать решение, там, сменять карту или не сменять. Что-то еще интересное. Ну, вот, соответственно, просто тут описывается процесс, как это происходит, да, то есть, ну, не знаю, все, кто работал там в Paintbrush, в какой-нибудь редакторе векторной графики или просто в каком-то редакторе, в каком-то SAPRE, да, вот в системе автоматизированного проектирования, ничего нового тут не будет для вас. Есть набор элементов, которые вы можете размещать. У каждого элемента есть параметры. И вот, как тут нарисовано, есть разные типы блоков, да. То есть есть, вот, они используют сервис task, то есть это сервис, который должен выполнить некоторый код, какие-то скрипты, то есть которые не требуют вообще разработки кода, а исключительно на, в самой модели описать некоторую логику. Вот, есть подтаски, я так понимаю, что это можно, грубо говоря, в ваш бизнес-процесс вложить в другой бизнес-процесс. Вот, и есть business rule task, это вот в соответствии с DMN-нотацией можно описывать точки принятия решений. Есть задачки, требующие ручных действий, то есть когда вы в контур вашей интеллектуальной системы включаете человека. Есть задачки, а, ну manual task подразумевает, что вы даете некоторое сообщение пользователю, да, и пользователь должен отреагировать на ваше сообщение и что-то сделать. А есть просто вы, как бы очередь задач, которую вы накидываете пользователям, да, и пользователи должны сами заходить и смотреть. Вот, также можно отправить, принять на случай, если у вас система строится не только из текущей модели, а есть при несколько моделей. Ну, соответственно, можно таким образом тоже некоторый обмен совершать. Что есть еще интересного? В принципе, ничего больше интересного. Ну, и, соответственно, вот они тут предлагают еще пример того, как описываются внешние задачки, да, то есть тот самый сервис-таск, который описывается на языке программирования. То есть как ваша модель будет, то есть по сути это такие некоторые нервные окончания, там ваши руки-ноги, которые будут делать все необходимую работу. Это вот эти самые external tasks, которые, например, должны залезть, снять показания датчика или, например, включить-выключить вентилятор. Это external task. То есть то, что невозможно описать движком, то, что требует дополнений. Соответственно, вот в этом продукте, да, можно использовать Java, JavaScript для описания таких вот сервисов. Ну, это их родной инструмент. Тоже есть примеры. Тут ничего сложного нет. Чисто Java-овские штуки нужно подключать к зависимости. Вот, собственно, весь код вот этого воркера, то есть рабочей лошадки, которая будет делать внешние, некоторые внешние действия. Ну, в данном случае здесь тут charge, да, это списать деньги, на самом деле. Задачка списать деньги. Вот, то есть они просто, здесь приводят пример, да, сколько-то строчек, там, не знаю, 20 строчек кода, которые вам потребовали для того, чтобы сделать программу по списанию средств. Понятно, что программа простая пока что, да, тут только одно действие. Есть начало процесса, есть конец. Есть сервис, который обрабатывает. Ну, понятно, что сюда можно накидать сколько угодно таких сервисов в зависимости от ваших потребностей, потребностей вашей задачи. То есть мы с вами видели, что вот, например, я уже закрыл, да, вот статью рассматривали, что там уже при, например, 7-8 правилах уже начинается какой-то кошмар, да, то есть там приходится выстраивать эти процессы последовательно, да, делать точки принятия решений, ветвления. Соответственно, процесс может быть достаточно сложным. Вот. И то, что вам нужно только описывать с точки зрения программирования, описывать только конкретные действия, ну, как здесь, да, только описать сам процесс списывания денег. То есть уже принято решение, что нужно их списать, вы просто их списываете. Это уже вполне конкретный таск, вполне конкретная задача, которая легко описывается процедурным образом. Соответственно, здесь вот показано, что из себя представляет вот эта задачка, да, то есть это просто некоторый сервис, external task – это некоторый сервис, у которого есть свой собственный адрес в интернете, в интернете, да, или там, как здесь вот, локальный адрес, куда можно, соответственно, по REST API обращаться извне. То есть этот движок коммунда, он будет дергать вашу систему через эту точку доступа, через REST API, который вы создаете как отдельное приложение. Соответственно, есть вот эта библиотека, которая вам дает шаблон вашего внешнего обработчика, который решает конкретную задачу, вполне уже конкретную задачу. Вы его просто свободно пишете, как обычный класс, вот функция main, просто обычная программа, и используете специальный класс, который позволяет вам как бы зарегистрироваться в системе, по сути, просто создать некоторую точку, по которой можно достучаться. Вот, и затем, просто запуская этот сервис как отдельный процесс, вы, по сути, реализуете вот этого товарища, который будет списывать с вас деньги. А все, что касается бизнес-логики, как списывать деньги, да, это уже вопрос к модели. То есть модель описывает то, как принимаются решения о списании. Вот, ну, соответственно, параметры тоже где-то должны сейчас задаваться. Смотрим. То есть параметры в плане того, куда стучаться. Что на вот этом адресе теперь висит сервис, который, а, нет, наоборот, здесь, да, я виноват, тут немножко по-другому, да, у вас сама коммунда, она запускается как некоторый внешний сервис, там, на этапе инсталляции, скорее всего, где-то здесь должно было быть, ну, вот на 80-80, да, пробрасывалось, что можно, соответственно, на этот интерфейс REST API стучаться и, соответственно, получать необходимые задания. То есть здесь он реализован как, ну, так называемый пулинг, то есть подход с пулингом, когда вы опрашиваете, то есть сам сервис, который выполняет работу конкретно, он через некоторое время просто спрашивает, есть для меня работа или нет. Если есть, то он, соответственно, запускает процесс, если нет, то он идет мимо. Соответственно, вот здесь есть настройки, куда стучаться, где проверять, да, это вот как раз REST API, вот этого движка правил, бизнес правил, бизнес процессов, вот, и задается, как часто это делать, то есть раз в 10 секунд он проверяет, есть для него задача или нет. вот, соответственно, запускается, описывается название сервиса, который будет, то есть та задача, которая будет решаться этим сервисом, то есть charge cut, списать деньги, вот, и просто обработчик описывается, то есть, собственно, сама логика вашего сервиса, это, ну, тут не считая логирования, это 4-5 строчек кода, все остальное, это еще 10-20 строчек, это чисто инициализация, вот, как бы, ваша интеллектуальная система, которая стоит из модели, нарисованной модели, из движка, который вы установили, который вы никак не программируете, просто скачали и запустили, и небольшой сервис, который на Java, который, соответственно, выполняет, играет роль ваших конечностей, вашего сервиса, то есть, выполняет конкретную работу, это ваши руки, которые делают конкретные действия, либо там считывают состояние системы, все, после этого можно систему запускать, то есть, она запускается, у вас есть движок, к которому вы уже обращаетесь, да, и вы запускаете вашу программу, просто как некоторые Java-приложения, и оно, соответственно, у вас висит в списке процессов, и коммунда сама уже туда лазит при необходимости, в соответствии с вашей моделью, соответственно, здесь уже вопрос, как задеплоить вашу модель, то есть, как ее развернуть на сервере, который вы уже запустили, значит, во-первых, сам коммунда моделлер может залить, плюс вы можете отправить запрос на вот этот адрес определенного вида, пост запрос, где будет описана структура вашей модели, то есть, вот эту модель, которую вы рисовали на предыдущем этапе, это на самом деле XML-файл на выходе получается, соответственно, его можно просто отправить, как некоторые XML, отправить его на сервер, который вы запустили и у вас начнет все крутиться, все работать. Ну, тут пример приводится, как это на сервер загрузить, то есть, указали адрес, назвали как-то этот процесс, назвали куда отправить, нажали отправить, все, у вас процесс пошел. Вот, дальше вы можете уже подключаться к системе и смотреть статистику работы вашего процесса, то есть, какие запросы обрабатывались, как обрабатывались, как принимались решения, все это тоже становится сразу возможным за счет того, что вот у вас есть некоторый готовый движок. То есть, можно еще и проверять, как это работает. Ну, вот как раз приводится еще один, да, компонент, это кокпит или ваше кресло управления, кабина управления, отдельное приложение, которое поднимается у вас в докере вместе с движком. Здесь вы можете зайти, посмотреть, какие у вас есть бизнес-процессы, зайти в сам бизнес-процесс, можете его запустить, остановить. Вот, но здесь вот еще другой вариант, это как теперь инициировать процесс. То есть, у вас всегда есть некоторый триггер, по которому запускается процесс. Вот тут триггер, это отправка сообщения на сервер, то есть, опять-таки, берется адрес вашего движка бизнес-процессов, соответственно, здесь вот есть, уже, появляется название вашего бизнес-процесса, который вы запустили, который вот здесь у вас крутится, вот он, то, что вы создали, задав некоторое название, и вы просто нажимаете старт, передав ему некоторый набор входных данных. Variables, Amount, Value, Tip, Item. Те же самые переменные, они у вас описываются, описывались, да, при разработке приложения, то есть, они к вам прилетят в ваш Java-код, уже как некоторое входное, входное значение, да, то есть, вот они получили Item, получили Amount, вывели сообщение на экран, попытались что-то найти там на диске, соответственно, завершили Task, что-то конкретную подзадачку, вот, при этом, как бы здесь нет никаких сообщений, ничего нет, да, это просто он периодически лазит на сервер коммунды, спрашивает, есть ли у меня работа или нет, а то, как к нему работа попадает, описывается вот этой вот моделью, бизнес-логикой, вот такая простая система, то есть, развернув, вы, по сути, получаете готовую систему, вот, ну и, соответственно, запустили, второй вариант через REST API, то есть, есть специальные программы, которые позволяют вам имитировать, ну, то есть, в визуальном виде отправлять запрос, да, то есть, вот они отправили запрос, получили некоторый ответ, который говорит, что пока еще ответа нет, подожди немножко, вот, в принципе, то, как это работает, какого-то волшебства здесь нет, есть готовый движок, есть возможность делать внешние задачки, то есть, какие-то конкретные действия, вот, ну, что еще интересно, есть варианты включения, например, человека в ваш бизнес-процесс, прежде чем списывать данные, прежде чем списывать деньги с карточки, нужно сначала что-то проверить, да, и эту проверку должен отправить человек, есть специальный тип, который позволяет вам выбрать некоторую задачку для человека, то есть, приходят данные, сначала создается задачка для человека, человек ее решает, и результат ее решения передается на вход к следующему блоку, который уже автоматически списывает деньги, то есть, не человек там лезет в какую-то свою систему, вбивает данные карточки и списывает деньги, да, это уже автоматизируется, вот, но при этом там, например, вы не можете формализовать или там не хотите формальные правила, вам нужно там черную бухгалтерию ввести, поэтому вы хотите здесь сделать некоторые произвольные действия, которые будет делать человек, вот, возможно, это, например, связано там с теми же системами диагностики, где вы должны будете сначала при пульс проверить руками, а потом уже спрашивать систему, что нужно делать. Соответственно, есть такая возможность, как использование человеческого действия, да, у него может быть название, значит, соответственно, ему вот можно уже форму задать некоторую, то есть, с которой человек будет работать, то есть, у него тоже есть некоторое название, есть список полей, и для этих полей тоже есть некоторые названия, по которым потом система сможет спросить, то есть, мы помним вот здесь, что у нас было, мы им передавали, да, amount, мы им передавали, вот, а сколько списать, например, мы хотим, чтобы человек вбивал, сколько нужно списать. соответственно, здесь можно описать форму, которая будет выдаваться человеку, человек будет заполнять, сколько нужно денег списать, и потом уже это значение будет передаваться на вход вашего сервиса для того, чтобы производить непосредственно списание. Тоже просто пример, щелкаем мышкой, создаем название, добавляем поля, все, ничего сложного, да, и, соответственно, галочка approved, не approved. Выбираем, где эта форма будет размещена, то есть, на вашем локальном движке, либо в облаке. То же самое deploy, та же самая схема, модель deployется прямо на сервер, разворачивается. И дальше, соответственно, можно, ну, здесь уже другой вариант, да, можно опять-таки через, на какой-то URL отправить значение, можно просто нажать кнопку старт процесс в одном из, в одной из программ, да, которая отвечает за действие. Вот, и, соответственно, пользователь, если вы залогинитесь теперь в систему, то есть, у коммунды есть некоторый польский интерфейс для юзеров, для пользователей, которые должны обслуживать систему, то есть, залогинитесь в эту систему, да, у вас появится автоматически новый таск, ну, новая задача, которую вы должны решить в соответствии с вашим бизнес-процессом, в данном случае approve, дать approve, оплате. Соответственно, у вас появляется сразу в этой задаче формочка, которую вы только что создавали, и за какой элемент и там поставить флажок approve, не approve. Вот, то есть, таким образом можно включать человека в этот контур. Ну, на практике часто, конечно, не через интерфейс коммунды, часто через e-mail, например, это делается, то есть, создается отдельный процесс, который отправляет письмо и ждет, например, ответ от пользователя с ответом. То есть, все, кто работал в компаниях с электронным документооборотом, знают, что, например, часто это делают на базе там Outlook. То есть, есть отдельный адаптер, который позволяет вам вот такие задачи скидывать как письмо, получать ответ от пользователя в виде ответного сообщения и анализировать, по сути, ответом в виде какого-нибудь PDF-файла подписанного. И дальше этот документ посылать уже по цепочке на анализ. Что они еще тут описывают для примера? Вот как раз Gateway, где вы можете описывать первый подход, это процессный, где вы описываете Gateway, который принимает решение. То есть, задавая условия, вы можете либо, например, включать в контур человека, в зависимости от ситуации, по аппрувменту, например, по объему денег, либо, например, делать это автоматически, без участия человека, сразу списывать, безусловно. Соответственно, тоже тут приводится пример, как это делается, ничего сложного нет, задается ID-шник, задается условия. Все, магии никакой нет. Те же самые схемы, которые мы с вами видели в статье, здесь прекрасно описываются. Ну и дальше то же самое запускается и, в принципе, ничего нового здесь нет. То есть, в зависимости от суммы, которую вы хотите списать, то есть, у вас человек либо будет автоматически списываться, либо человек будет проверять. Классическая схема с PayPass, если у вас сумма меньше тысячи, списывается, безусловно, если тысяча, нужно запросить пин-код, например. То есть, не Approve, а, например, пин-код запросить. Вот пример уже простой системы, которая принимает решение, что делать, в зависимости от ситуации. Ну и, наконец, можно использовать DMN-нотации, то есть, описывать правила в виде некоторой точки принятия решения, когда нам нужно сложную логику заложить в систему. Тоже есть способ описания. Выбираем типы, делаем название, создаем отдельную диаграмму с правилами. Здесь тоже можно построить вот эту самую иерархическую диаграмму, то есть, какие входы куда назначаются, да, и как выходы одного блока правил назначаются входом другого, то есть, сымитировать процесс принятия решений. Есть, соответственно, вот редактор правил, как вот в статье мы видели, да, там был input, output и аннотация, то есть, вход и выход, и вы описываете комбинации входов и в какие выходы они превращаются, то есть, правило, если то. Когда вы все это опишите, у вас получится примерно вот такая картинка, да, ну, у нас, у нас очень просто, если там item такой-то, то автоматически опруется. Если не такой, то есть, вот видите, еще некоторые выражения используются, все остальное, оно блокируется и в соответствии с бизнес-процессом, который до этого описывался, все это идет куда-то в помойку, да, то есть, reject идет. Если он не approved платеж, да, то он отклоняется. Если approved, то делается платеж и, соответственно, говорится о том, что все, платеж прошел успешно. Ну, в принципе, тут, наверное, сложно что-то добавить. Единственное, что, да, вот есть еще такая штука, как отладка, то есть, можно по всем задачам, которые были, по нажатию Start Process, по всем задачам посмотреть, вот важная штука, да, для принятия решений можно посмотреть, как они принимались, то есть, что было на входе, какой был выдан результат, можно по всему pipeline посмотреть, как это происходило по ID-шникам. Такой своего рода инструмент отладки. Отдельно есть тут вот про DMN, да, то есть, про более сложные, создание более сложных правил, то есть, можно, в принципе, и не связываться с процессами, описывать правила, запускать этот движок просто как некоторые правила, набор правил, то есть, напрямую использовать DMN без DPMN, тоже как отдельная фича этой системы, то есть, можно создать отдельную диаграмму и отдельно на движке ее запустить и к движку обращаться, например, с Java для того, чтобы имитировать принятие решения. Так, у нас вопрос. Я напрямую не использовал, но мы делали немного по-другому. Это просто один из способов реализации такой реализации.